Здравствуйте, меня зовут Татьяна Бобрусь, я являюсь генеральным директором компании Самсоновой Партнеры, которая занимается консалтингом и обучением в сфере управления инновациями. Я также преподаю курсы высшей школе менеджмента и университете Иннопольса. Я много занимаюсь организаторской работой и руковожу проектными командами, поэтому рада поделиться своим опытом. На прошлом уроке вы изучили, как объяснить экономику проекта, а в этом уроке я поделюсь с вами, как сформировать команду проекта и управлять ею. Сплоченная и эффективная команда является залогом любого проекта. Когда Уолтер Айзексон, биограф Стива Джобса, спросил его, какой из продуктов компании является его любимым, к своему удивлению он не услышал ожидаемых слов iPhone или MacBook. Стив Джобс ответил, вы знаете, создать продукт сложно, но создать команду, способную постоянно создавать продукты, еще сложнее. Больше всего горжусь продуктом Apple и командой, которую я создал в Apple. Действительно, в одиночку человек не способен создать нечто уникальное, поэтому та команда, которую вы создаете, сделает проект успешным или погубит его. Создание команды является наука и искусством одновременно. Для того, чтобы команда работала эффективно, необходимо набрать людей не только исходя из практических навыков, но и исходя из личностных качеств. Про практические навыки в команде IT-проекта мы поговорим в следующем уроке, а сейчас рассмотрим, какие роли необходимо учесть в психологическом плане. Один из наиболее известных подходов определения ролей в команде был предложен одним из ведущих специалистов в области менеджмента и доктором психологии Реймондом Белбином. В ходе проведения своих экспериментальных исследований Белбин выявил, что для создания успешной сбалансированной команды необходимы 9 ролей. Первая роль – генераторы идей, иначе мыслители, которые вводятся в команду для создания новых прорывных идей. Такие люди очень креативны, поэтому от этих людей исходит большинство идей для новых проектов и нестандартных решений для сложных проблем. Такие люди являются интровертами, часто любят работать отдельно от команды и в силу своего характера могут иметь сложности в общении с другими членами команды. Следующая роль – аналитики. Такие люди необходимы команде для анализа и оценки идеи других членов команды. Эти участники команды объективны, они тщательно обдумывают все за и против любого предлагаемого решения. Другими членами команды могут восприниматься как неэмоциональные и отстраненные люди. Так называемые специалисты обладают глубокими знаниями о конкретной области. Часто суть проектов сводится к экспертизе этих специалистов. Такие участники команды увлечены и преданы своему делу, однако при этом пренебрегают другими областями, поэтому вклад в дело может быть ограничен. Для мотивирования других членов команды необходимо привлечь шейперов, иначе мотиваторов. Этим энергичным людям нравится стимулировать своих коллег на свершение даже в сложных условиях и при возникновении препятствий. В таких случаях они всегда ищут обходные пути и дополнительные ресурсы, а также позволяют другим членам команды не сдаваться. Реализаторы или исполнители набираются в команды, чтобы обеспечить успешную реализацию всех начатых инициатив. Такие люди очень дисциплинированы, ответственны, трудолюбивы, обладают системным мышлением и способны выстроить все необходимые процессы. Эти люди, которые преобразуют идеи команды в рабочий план и методично его выполняют. Так как эти люди любят придерживаться плана, они сопротивляются изменениям. В команде должны присутствовать педанты, которые доводят все проекты до идеального состояния. Такие члены команды внимательны к деталям, сосредоточены, скрупулезны и имеют высокие стандарты качеству работы. Они обязательно завершат все начатые дела в нужные сроки и в случае задержек будут поторапливать команду. Такие люди могут казаться другим беспокойными или боязливыми в выборе дел, которые они не могут завершить. Координаторы выполняют традиционную роль лидера в команде. Они спокойны, проницательны, умеют слушать других членов команды и выявлять все их таланты. Это позволяет им умело координировать работу группы и направлять ее к заданной цели. Но такие люди склонны манипулировать другими и перекладывать часть своих задач на своих коллег. Часто они представляют успех команды как свой собственный. Другие незаменимые люди в команде это разведчики или исследователи ресурсов. Такие люди исследуют новые возможности, заводят контакты, находят ресурсы и получают информацию во внешнем мире. Идеи, которые они транслируют из внешнего мира, легко воспринимаются другими членами команды. Они успешны в таких задачах, потому что они открыты, общительны, любознательны, легко ведут переговоры и умеют налаживать контакты. Их энтузиазм, интерес и оптимизм нужно постоянно подпитывать, иначе они могут их потерять. Наконец, ни одна команда не может существовать без души компании, то есть человека, который поддерживает теплую атмосферу и гармонию внутри команды. Такие люди очень внимательны, отзывчивы и восприимчивы к чувствам других людей. Они могут предвидеть межличностные конфликты внутри команды, а также разрешить существующие. При формировании команды нужно учесть данные роли и строить взаимоотношения, исходя из слабых и сильных сторон участников. Существуют тесты, позволяющие определить, к какому типу относится конкретный человек. Безусловно, каждый человек в той или иной степени и в разных ситуациях появляет себя по-разному. Поэтому важно определить, какие роли по Белбину доминируют в человеке. Опишите все роли и предложите ученикам оценить по десятибальной шкале наличие того или иного качества, а затем выбрать три доминирующие роли. В команду попадают ученики с разными сильными сторонами и дополняют друг друга. В дополнительных материалах вы сможете познакомиться с более подробным описанием черт каждой из ролей. Теперь давайте посмотрим, как управлять командой. Все команды проходят четыре этапа развития – формирование, бурление, нормализация и деятельность. Наряду с развитием команды повышается ее эффективность, которая немного уменьшается на этапе бурления, а затем улучшается и растет. Важно понимать специфику каждого этапа для того, чтобы эффективно управлять командой. Давайте разберем специфику каждого этапа на примере создания школьного сайта. На этапе формирования команды ее участники проверяют границы приемлемого поведения, поэтому все в основном вежливы и приветливы друг с другом. Некоторые участники команды испытывают воодушевление и оптимизм перед началом работы, а другие, наоборот, испытывают опасения и беспокойство, так как еще не знают своих ролей в команде и предстоящих задач. Участники группы ищут лидера или руководителя, пытаются понять стиль его работы. От руководителя они ждут разъяснения цели, дальнейших планов и распределения ролей в команде. На данном этапе задача руководителя разъяснить цель формирования команды и объяснить, чем команда будет заниматься и каким образом будут выполнять поставленные задачи участники. Руководителю нужно понять, как распределить роли в команде в соответствии с компетенциями участников, наладить доверительные отношения в группе и сплотить команду. Этот этап не является длительным. Он может занять всего одну рабочую встречу или несколько недель, пока идет распределение ролей. Этап бурления является наиболее трудным для команды. Осознав свои задачи и роли, участники могут начать сомневаться в своих силах и чувствовать себя некомфортно в своих ролях и, как следствие, стать вспыльчивыми или обидчивыми. Некоторые участники могут начать сопротивляться поставленным задачам и выбранным инструментам их выполнения. На данном этапе также происходит борьба за расположение лидера и выбор союзников. Напряжение в команде может привести к личным конфликтам. На данном этапе лидерские навыки руководителя играют ключевую роль. Руководителю нужно разрешить конфликты, разъяснить или перераспределить роли, дать четкие инструкции по выполнению задач, вести систему отчетности. Руководитель должен быть гибким на этом этапе, прислушиваться к желаниям участников команды при распределении ролей. Руководитель должен создать чувство единства в команде и объяснить, что может потребоваться изменить структуру команды снова в случае новых обстоятельств. Нужно обратить внимание на жалобы, чтобы потом они не стали капнем преткновения в работе. Во время нормализации иерархия команды становится понятной всем участникам. Участники принимают руководителя как полноценного лидера, а также берут на себя некоторые его обязанности. Все участники команды начинают двигаться к общей цели. К этому времени участники команды узнали друг друга и начинают общаться. Команда начинает существовать в спокойной и дружественной обстановке. Участники свободно просят помощи друг друга и спокойнее воспринимают конструктивную критику. Этот этап может иметь схожие черты с этапом бурления, к примеру, в случае возникновения трудностей, изменений в рабочих процессах. Однако ситуация, как правило, должна быстро нормализоваться. Руководитель должен поощрять движение к общей цели. В случае отклонения от заданного курса он должен направить участников в нужном направлении. Необходимо следить за соблюдением разработанного плана и процедур, в случае их неэффективности улучшать их. Руководителю следует поощрять взаимовыручку участников команды, отмечать успехи команды, а также проводить мероприятия для сплочения команды. На этапе нормализации также следует стимулировать и поддерживать участников, а также брать на себя определенные задачи лидера. На четвертом этапе деятельности команда начинает эффективно выполнять свои задачи. Она работает в соответствии с определенными на предыдущих этапах процедурами и нормами, чтобы достигнуть поставленной цели. Команда сформировала свою культуру с нормами, правилами и ценностями. В команде могут меняться участники, но группа все равно успешно работает, благодаря создавшейся культуре. Руководитель может делегировать обязанности участникам команды и быть уверенным, что они справятся. Руководителю следует сфокусироваться на личном и профессиональном развитии участников. Это покажет не только заинтересованность руководителя в их развитии, но и поможет подготовить участников команды к новым задачам на новых проектах. Давайте рассмотрим данные этапы на примере создания школьного сайта. Руководителю этого проекта нужно провести первую установочную сессию, чтобы познакомить всех друг с другом, поставить цели по созданию сайта, обозначить сроки выполнения задач и распределить обязанности каждого участника команды, исходя из их компетенций. В самом начале работы над сайтом руководитель должен быть крайне внимательным к тому, как команда будет организовываться. У каждого члена команды будет свое видение по оформлению и наполнению сайта, что может спровоцировать споры среди участников. Руководитель проекта должен будет прислушиваться к мнению каждого члена команды и в случае необходимости внести изменения в общий план создания сайта. Некоторые участники команды на этом этапе могут переживать за свои задачи, бояться не справиться, поэтому руководитель должен будет поддержать участников, а в случае несоответствия задачи и компетенций членов команды перераспределить роли. Например, поставить другого человека, создавать дизайн сайта вместо его архитектуры. С течением времени работа стабилизируется, каждый член команды поймет, за какую часть сайта он отвечает и будет работать по плану. Руководителю нужно будет отслеживать прогресс и смотреть, выполняют ли свои задачи по сайту все члены команды. Желательно проводить встречи и показывать функционал сайта друг к другу для общего обсуждения. Также не стоит забывать о важности проведения встреч в неформальной обстановке для сплочения коллектива. В случае хорошо налаженной работы сайт будет готов вовремя и согласно плану его функционала. Сегодня мы поговорили о том, как сформировать команду проекта с учетом сильных и слабых сторон личности участников, а также как управлять на разных этапах. На следующем уроке вы узнаете, какие функциональные роли и профессии есть в команде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова